Изначально внутренняя психическая составляющая женщины сильнее, чем мужской. Но женщина так сама не чувствует. Ей кажется, что она слабая, беззащитная, беспомощная, что мужчина жесткий, давящий, грубый, с ним очень тяжело. Но это все всего лишь внешнее, потому что внутренняя составляющая мужчины слабее, чем женская. И это очень трудно заметно обоим. И поэтому ни мужчина, ни женщина часто не понимают, что происходит. Почему идет ситуация передавливания мужского начала. Почему мужчина звереет, начинает драться. Почему он гневается, но выходит из равновесия. Потому что женщина часто не рассчитывает свои силы. Она не знает, что в ее эмоциях эмоциональная сила женщины, она для мужчины невыносима. Ну то есть если женщина, допустим, женщина говорит, да я ему там сказала, да, всего лишь, да, я тебя понимаю. Вот, то есть между собой у них нет проблем. Но если женщина эмоционально что-то сказала мужчине, то его сносит сразу. Потому что у нее психика, она слабее в плане эмоций, намного, чем у женщин. Намного. Поэтому если ты что-то мужчине хочешь сказать, сначала успокойся, как бы... Раз пять потом. Слабее эмоционально. Допустим, хотелось сказать, ты почему не сходил за клевом? Допустим, вот так хотелось сказать. Можешь сказать подружке так своей, нет проблем, она поймет. Вот, но если хочешь сказать мужу, надо сказать, ты почему не сходил за клевом? Ну то есть раз пять слабее. И тогда он поймет. Ему будет тогда нормально, он скажет, ну у него будет дар речи, как будет присутствовать. Потому что если женщина говорит сильнее эмоционально, то его бьет по сердцу. Эмоции идут из сердца. А у мужчины вот здесь дырка. Ну то есть слабое место в сердце, у мужчины слабое в плане эмоций. И когда жена подходит к мужу, говорит, слушай, давай поговорим. Он говорит, слушай, давай завтра, я сегодня устал. Ну то есть она эмоционально раз, на нее нажала, он такой, я не могу. Ну то есть у нее нет сил. У женщины же дырка вот здесь. Ну то есть есть еще энергия знаний или воли, или напористости. У женщины очень чувствительное место в плане вот воли, напористости, знания. То есть женщина чувствительна к знанию. Она быстро понимает, где знание, где ложь. Но любой напор в плане знания или насилие, связанное с энергией знания, приводит сразу женщины к тому, что ее ступорит, как бы она не может даже понять, о чем речь. Ну то есть, когда мужчина начинает напирать, то есть мужчина, когда выходит из равновесия, он начинает демагогию толкать. Пошел что-то свое. Женщина, когда демагогию слышит, у нее раз вот здесь, он думает, что он хочет от меня, не понять. То есть у нее сразу замыкает там в голове, и она терпит, терпит, и потом эмоции ему назад. Бабамс! У него тут по сердцу дала ему, он больше демагогию на нее. Она больше эмоций. И начинается шторм. Потому что ни мужчина от женщины, ни женщина от мужчины защиты не имеет. Природно. Не защищены друг от друга. И надо это понимать. Женщина не может защититься от грубости мужчины, от его вот этой жесткой логики, там демагогии. А мужчина от женских эмоций не имеет защиты. И поэтому оба должны учиться вести себя деликатно. То есть женщина должна меньше эмоций, помягче. Мужчина должен меньше грубости, там категоричности проявлять в отношениях женщин. А хочется, да, правду сказать обоим. Что в связи с этим хочется сказать женщину, допустим? Если вы хотите гармоничных отношений с мужчиной, то нужно выполнить всего лишь одну вещь. Надо быть послабее, не так сильно нажимать. И тогда будет гармония. Потому что психика у женщины сильнее, и она передавливает чаще всего мужчину. Не понимая того, как определить, что мужчина передавлен. Он начинает орать, кричать, злиться, топать ногами, встает в категоричное такое положение в жизни, на принципы начинает идти, как бы на зло делает и так далее. То есть он ведет себя очень жестко. Жесткая система поведения такая непреклонная. Это значит, что женщина эмоционально передавливает мужчину. Вот если его не передавливает, он так себя вести не будет. Это эмоциональное передавливание приводит к такому поведению. Даже начинает насилие применять там и так далее. То есть это признак эмоциональной силы, передавливания мужчины. Вот женщина должна не передавливать, стараться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова